Привет, дружище! Я зашел сюда технично, потому что сегодня я тебе покажу, что происходит у меня дома, как выглядит эта квартира, потому что скоро я отсюда приезжаю, но тебе покажу, что здесь будет. Я, кстати, когда я буду приезжать, я не выкидываю это все, я это оставляю. В новой квартире у нас будет другой ПК, который проспортировала большая компания, о которой я расскажу позже, когда он уже приедет. Может быть, они даже не пришлют и меня кинут. Короче, сейчас я тебе покажу, что тут происходит. Погнали! Сейчас я тебе покажу, что здесь творится. Сначала начнем с того, что у нас происходит вне периферии, а потом уже перейдем к самой периферии. Здесь у нас монитор Samsung 144 Гц, я раньше играл на нем и сейчас понял, что он ужасен. У вас название есть сейчас на экране. Он 144 Гц, он дешевый для такой герцовки, но он ужасен. Когда я ухожу из дома на 2-3 дня, он выгорает, он должен согреться, чтобы работать. То есть, матрица просто нулевая здесь какая-то, ужас какой-то. Просто это минус нерву. Не берите. Дальше. Это монитор Asus Swift 240 Гц и он хороший, но есть недочет, что картинка не четкая. То есть, 1920 на 1080, но все-таки не четко. Правда, есть какие-то проблемы по цветам, но именно для того, чтобы у тебя было бы 240 Гц, нормально. Ну и это, я, как и говорил всегда, я его покупал с мыслями о том, что дайте мне самый дешевый монитор. И мне его дали. Он просто для чата, но я его даже не использую для чата, он для ОБС, короче, в итоге оказался. Ну что ж, идем дальше. Здесь у нас Logitech Brio Logitech Brio. Ей нужно прям жесткое освещение, чтобы она снимала более-менее нормально. Ну и штатив обычный. Дальше у нас идет Logitech C922 Прошка. Что могу сказать? Она уже не такая требовательная, как освещение, поэтому снимает в любой момент хорошо. Поэтому я ей доволен. Берите ее, а не Logitech Brio. Если вы, конечно, не персональный какой-то там стример с лучшим освещением мира. Я не знаю, для какого стримера нужна эта камера. Кресло. Кресло у нас Dixie Racer. Очень странно получил это кресло. Мне написали ребята с Dixie Racer. Почему ты не сидишь на нашем кресле? Давай. И все, бесплатно выставили просто так. Даже не попросили ролик делать. Это классно. Спасибо ребятам. Надеюсь, я останусь на ваших креслах еще подольше. Но тут уже под вопросом, потому что многие компании пишут. Эрик, почему ты сидишь на Dixie Racer? В общем, ладно. Конкуренция, конкуренция. Кстати, вот там кресло, которое у меня было до этого. Как вы поняли, я использую его не очень правильно. Гардероб. Привет. Смотрите. Сейчас я вам расскажу про софтбоксы вот эти. Вот это ужас какой-то. Это ужас, потому что это говнище. Я сейчас в новой квартире куплю софтбокс, который просто с кругляшкой сверху. Эти огромные, это для фотосессии какой-то. Но это не для меня. Это вообще бред. Они очень много места занимают, это во-вторых. Так, сейчас по девайсам. Наушники у меня. Legitec Pro. Они настолько странные, в плане... Они без подсветки. Они не пошли по мейнстриму. Они тяжелые и приятные. То есть в них сидеть можно. В первое время мне было больно после HyperX. Но сейчас я уже привык, и играть можно, и в целом приятно. Так что я им доволен. Цена у вас на экране, на все девайсы, и на это тоже. Мышка. Legitec Pro Wireless. Она есть беспроводная и проводная. У меня Wireless, и никогда бы не думал, что я буду играть на такой мышке. Мне нравится. Правда. Были только проблемы некоторые, когда садилась батарейка прям в самый нужный момент. Но я просто невнимательный, поэтому никогда у вас не будет проблемы, если вы хоть немножечко заряжаете ее. Заряжать ее можно, кстати, даже не подключая к проводу. Внимание! Это Legitec Power Play. Когда вы водите по коврику, она уже заряжается. Здесь вшита зарядка. Эту зарядку не смогли сделать Apple. Сделали Legitec. Короче, она всегда заряжается, только нужно подключить провод вот сюда вот. Но, раскрою секрет, я этим не пользуюсь. Извините, Legitec, но он слишком маленький для меня. Мне нужно больше места. Мне нужно вот это все место для коврика, потому что я делаю флики. Кто самый жесткий фликшоттер? Да. Кстати, цена дорогая. Я это могу сказать честно. Ну, вообще, по сути, Legitec всегда дорого. Дорого, богато, но у них качество классное. Клавитура здесь у нас G512 Carbon. И что я могу сказать? Вот по клавиатуре я, правда, не замечаю разницы. HyperX, не HyperX, Logitec, не Logitec. Короче, они одинаковые клавиатуры, серьезно. Нечего добавить. Просто RGB-шка прикольная, которую можно регулировать в приложении. Короче, вот в приложении здесь можно регулировать прям сразу мышку, ее зарядку, сколько она хватает. Ее хватает на долго. На три дня точно хватит, если ты не будешь затронуть целый день. Дальше, по клавиатуре здесь можно RGB-шку менять, как она будет выглядеть. К примеру, мне сейчас переливается, мне это нравится. Можно поставить дыхание или эффект. Да, короче, много эффектов. ПО-шка у Legitec прикольная. Коврик у меня от Legitec. Мне его прислали для прокачки ПК. Но я сказал ребятам, дайте мне его, мне он нравится. И в итоге я взял, украл у подписчика. И мне прислали новый для подписчика, короче. Я вор. Мне он нравится. Большой, приятный. И без всякого говна. Только один логотип. В общем, вот как это все выглядит. Вся сумма у вас будет чуть позже, потому что остался еще ПК. Погнали к ПК. В общем, идем к ПК. И вы, наверное, думаете, он снимает прокачку, дарит всем ПК, а у самого, наверное, просто бомба. Нет, не бомба. У меня 1080 GTX. Вы скажете, зажрался ЧСВ-шником, райси, уйди отсюда. Но в 2015-14, когда она только вышла, она была популярной, крутой и мощной. Сейчас она уже, ну, она как сейчас iPhone 7. Вот тут я сравниваю. Господи, как же он это делает? Дальше у нас идет оперативка. 24 гигабайта. Хватает. Не буду врать. i7-8700K. Здесь процессор тоже хватает, но нужен побольше, потому что я хочу стримить через процессор. Кажется, он будет гораздо лучше на стримах. Скоро это будет. Скоро это будет. Поэтому мне это хватает. Но все, это то же самое, что iPhone 7. Надо менять. Ну и здесь что? Терабайт памяти. Мне его не хватает. В новом компьютере будет больше. Короче, цена всего ПК, который я вам показал, у вас на экране. Такие вот дела. Ребят, вот что да как. Я, кажется, обо всем рассказал, и это круто. Все, я могу с этим закончить. Я перерываю в новую квартиру, и это все оставляю здесь. А в новой квартире будет все новое. А все, что будет, вы увидите на основном канале уже. Через месяц плюс-минус. Я еще туда даже не приехал. Там ремонт проходит. Все, друзья, спасибо за просмотр. Алиса, включи музыку для окончания ролика. Все, давайте, чуваки. Я пошел играть и сделать стримы. Ссылка на Twitch есть в описании. Субтитры сделал DimaTorzok